Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины. Ударом ВКС России по пункту временной дислокации 22-го мотопехотного батальона 92-й механизированной бригады, расположенном в Харькове, уничтожены до 100 украинских националистов и 4 единицы военной техники. В районе населенного пункта Малатарановка ДНР высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены две пусковые установки системы залпового огня «Химорс» производства США и два склада боеприпасов к ним. В районе Широколановки Николаевской области высокоточным оружием уничтожена радиационная станция наведения зенитно-ракетной системы С-300, а также пункт временной дислокации подразделений иностранных наемников в районе Лиманы Николаевской области. На восточной окраине населенного пункта Солидар авиация ВКС России уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 57-й механизированной бригады. На котором хранилось 1500 снарядов различного калибра и более 100 противотанковых ракетных комплексов иностранного производства. Кроме того, ВКС России за сутки уничтожены 6 пунктов управления, в том числе оперативные группы войск ЮГ, 79-й десанто-штурмовой и 57-й механизированной бригады вооруженных сил Украины. В районах населенных пунктов Баштанка, Николаев и Солидар. 6 складов с вооружением и боеприпасами в районах населенных пунктов Баштанка Николаевской области, Ивана Дарьевка, Зайцево, Звановка, Артемовск ДНР и Харьков. А также живая сила и военная техника вооруженных сил Украины в 27 районах. В рамках контрбатарейной борьбы уничтожен взвод реактивных систем залпового огня «Ураган». Поражены 3 артиллерийских взвода на огневых позициях в районах Дзержинск и Ленинской ДНР, а также взвод реактивных систем залпового огня «Град» в районе населенного пункта Воскресенская, Николаевская область. Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетами, войсками и артиллерией. Поражена живая сила и военная техника вооруженных сил Украины в 77 районах. Российским истребителям Су-35 в ходе одного воздушного боя в районе населенных пунктов Николаевка и Снегиревка Николаевской области сбиты два вертолета Ми-24 и один самолет Су-25 Воздушных сил Украины. Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Первомайская Николаевской области сбит один вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины. Также сбиты 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Зеленой Гай Николаевской области, Вернополье, Долгенькое, Малые Проходы, Топольское, Червоное, Грушевка, Харьковская область, Чернобаевка, Грозовое, Нововладимирков, Херсонская область и Александрополе Луганской народной республики. Перехвачено 9 украинских баллистических ракет «Точка-У» в районах Чернобаевки, Херсонской области, Первомайской Донецкой народной республики, Хорошего, Славяносердска, Калиного, Троицкого и Стаханово Луганской народной республики. И 8 реактивных снарядов систем залпового огня в районах населенных пунктов Долгенькое, Харьковской области, Чернобаевка, Херсонской области и Луганска. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 232 самолета, 137 вертолетов, 1462 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплексов, 3915 танков и других боевых бронированных машин, 720 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3096 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4043 единицы специальной военной автомобильной техники.